Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Два года сложных отношений с мужчиной, потому что оба очень эмоциональны. Я из другого города переехала к нему, тоже накладывались трудности. Итак, два года сложных отношений, пишите вы. А чем? Чем отношения были сложными для вас? В чем они, в чем их сложность? То есть, ну вот, вы, например, говорите о том, что вы оба, оба эмоциональны. А в чем выражается ваша эмоциональность, например, в чем выражается его эмоциональность, например, да? Как вы относитесь, грубо говоря, к своей эмоциональности, вот? Как вы относитесь к его эмоциональности, это вот все очень важный момент. Еще один важный момент заключается в том, в общем-то, как выстраивались ваши отношения. На чем, на чем они выстраивались? То есть, вот, ну, ну, буквально, буквально, на чем они выстраивались? Ваши отношения, да? То есть, если, вот, например, предположить, допустим, что вы начали встречаться, да? Вы начали, как-то, вот, взаимодействовать, ну, друг с другом, вот, то, что вас объединяло в этом смысле? Что вас связывало в этом смысле? На каких основаниях были выстроены ваши отношения, вот, и какие, и что у вас общего, повторюсь? Это очень важно, потому что эмоциональность в данном контексте говорит о чем, вот, ну, нам, эмоциональности, о чем говорят? Нам эмоциональность говорит о том, что имеет место быть борьба между вами. Что вы боретесь, что вы сражаетесь друг, ну, друг с другом, вот. Вопрос заключается в том, пожалуй, только, из чего эта борьба проистекает. То есть, это борьба из страха какого-то, вот, это борьба из какой-то неуверенности в себе. Это борьба из, скажем так, определенных, ну, гендерных позиций ваших, мужчинам, вот. С чем это связано? Дальше, вы пишите, что переезжали, и понятно, что переезд это всегда тяжело и трудно, вот. Но, опять же, возникает вопрос, по крайней мере, у меня возникает вопрос, да. А если вы решили к человеку переехать, да, то были ли вы готовы к тем трудностям, которые, ну, не возникают при переезде? То есть, хотелось ли вам, допустим, переезжать к человеку? Хотели ли вы этого, да? Это первый момент. На который, наверное, нужно обратить внимание. Вот, значит, переезжая к человеку, да, вот, на что вы рассчитывали? Приезжая. То есть, ну, чего вы хотели, переезжая, и так далее. Дело в том, что не все женщины, например, считают, что они должны переезжать. И у некоторых считают, что должны переезжать машины. Это, по-моему, имеет право на существование. Вопрос в том, насколько для нас это было естественно. Расставались много и громко, утром уже мирились. Смотрите. То, что вы расставались громко и много, на мой взгляд, конечно, говорит о чем? О ссорах. То есть, о, скандал. Это скандал. Вы скандалили, вы ругались. Вот. Скандал. Ссоры. Это все про конфликтность. Это все про определенное напряжение. Это все про проблематику, скажем так, личных границ. Вот. И это все про выражение эмоций. Вот, вопреки ожиданиям, да, и вопреки, как бы, какой-то очевидности, эмоциональность – это про подавленный эмоций. Если, конечно, мы не берем здесь в расчет темперамента, что идет от определенных противоречий, зажимов, конфликтов и так далее, да, нужно разбираться. Но первое, что здесь вам нужно сделать, это изучить психологическую игру скандалу, чтобы понять примерно, как формируются ссоры и что ссоры, в принципе, и в целом нужны людям. Люди хотят ссориться. Так они снимают напряжение, так они избегают эмоциональной и физической даже близости. А дальше вы говорите про примирение. Тоже довольно интересно. Почему? Примирение? Без каких-то решений, без каких-то договоренностей, ну, новых договоренностей, да, что мы будем делать, как мы будем делать, вот, что я хочу, что ты хочешь. Вот, без этого, на мой взгляд, примирение, это, ну, просто фикция, понимаете? Вот, потому что, то есть, как, ну, как это должно работать? Вот, ну, в таком случае, как это должно работать? Вот, должно работать, наверное, так, что, ну, что, дорога, к примеру, к примеру, да, дорога, прости меня, да? Вот, вот, прости меня, значит, я был не прав, и все. Ну, хорошо. Допустим, ну, допустим, правда, человек был не прав. А дальше-то, что? То есть, вот, ключевой момент. То есть, примирение, примирение, как таковое, не решает конфликт. Не решает конфликтную ситуацию. Примирение просто показывает наличие желания у людей как-то это преодолевать. Поэтому вопрос, как вы смирились, вот. И, да, причины ссоры тоже очень важны. Это, вот, если вы, прям, говорите, что, ну, что расставались, да, если вы, прям, говорите, что расходились, что, наверное, что-то вас не устраивало. Ну, вот, друг в друге, как мне думают, как мне кажется. Поэтому тут очень важно на это обратить внимание. Дальше. В итоге мне по делам нужно было, нужно было уехать, его стало меньше, а я наоборот, к нему лезло и ревновало. Опять же. Что это значит, его стало меньше? Как вы, вот, поняли, да, увидели, что его стало меньше? Вот. Как вы такой вывод сделали, что его меньше стало? Меньше. Как вы это поняли? Вот. А какое это чувство, вот, что его стало, ну, его стало меньше? То есть, вот, этот момент, он очень важен, как мне видят, как мне думают, как мне думают. Вот. Сейчас вы себе, вы себе в этом, как будто бы, отчеты не отдаёте, просто. То есть, вот, как выражается, то есть, его стало меньше. Вот. Далее вы пишите, что я наоборот к нему лезло и скучал, лезло и ревновало. А лезло для чего? Что это было за чувство, да, что это было за тенденция, которая вас мотивировала лезть к человеку? Ну, как вы и сами говорите, что я лезла к нему. Вот. То есть, это вот, что, на что нужно обратить внимание. Далее, ревность. Вы, вы, вот, говорите о том, что, что ревновало. Ревность проистекает из, ну, во-первых, неуверенности в себе, это понятно. Во-вторых, из страха человека потерять, да? А в-третьих, ревность вытекает из негого такого, как вам сказать, подспудного, да, немножко, желания человеком владеть. То есть, это подспудное желание того, чтобы человек принадлежал только вам. Здесь есть довольно серьезные, на мой взгляд, проблемы с ощущением собственной ценности, поскольку за счет этой принадлежности, да, стремления к тому, чтобы человек был только вашим, вы пытаетесь подтвердить собственную ценность, вот. Там еще до себя никто, там, и так далее. Вот, одновременно с этим, можно сказать, что это показывает и характер вашего взаимодействия, вот. То есть, именно то, как вы взаимодействуете в человек, вот. На каких основаниях, да, какие отношения вы устраиваете, то есть, устраиваете вы отношения, судя по тому, что я могу видеть, вот. Устраиваете вы отношения на гендерных основаниях. Вот, то есть, это только гендер, только гендер, гендерные основания, вот. Каким образом, так, получается, что вы... Только такие отношения выстраиваете, да, нужно выяснить. В какой-то степени, это ослывает нас к вашему позиционированию, то есть, к тому, как вы сами себя позиционируете, к тому, как вы сами себя репрезентуете, к тому, как вы сами себя видите, да, какой вы себя видите, ну, в отношениях и так далее. И самый последний момент про ревность, это то, что в ревности человек как бы проецирует, да, как бы, ну, как бы переносит на другого свои собственные желания, свои собственные мысли. То есть, если вы говорите о ревности, значит, там, мысль об измене, например, или о том, что вас бросит, приходит вам. То ваше желание его бросить. Такое желание, естественно, его нужно заметить и признать. Это не так, не так просто. Вы будете противиться, вы будете сопротивляться, это нормально. Вот. Такое желание возникает, когда человек чувствует себя, ну, вот, попально, знаете, в не свободе. Сказать, человек не свободе. Вот. Я думаю, что это совершенно очевидно, что в отношениях вы чувствуете себя не свободным, не свободным. Вот. Но, как-то вот, значит, вы тягдеете, вот, взравно к этому человеку, потому что не повторюсь, вот, к себе отношения, к самой себе у вас отношения, ну, вот, такое, не сказать, чтобы очень, очень хорошее, вот, к сожалению. Вот. И, таким образом, значит, вы пытаетесь решить свою проблему, да, только вот не очень хорошо получаться. Вот. А, в сфере предложил расстаться, он легко согласился, да, то есть, вот, опять же, что это было за эмоциями, которые вы предложили расстаться? Спустя сутки начала мириться, он никакой, прошло три недели, он не хочет общаться. Ну, человеку, все перегорело, да. Если говорить, что приедет, запрещает кричить, сказал, что он не любил, не любил все эти годы, и что отношения ему нужны. Я, наоборот, сильно скучаю, ругаюсь, если не поехал к нему раньше, то предложил расстаться. Помогите разным советам, потому что эмоции бессилия просто накрывают. Ну, то, что вы описываете, похоже на любовную зависимость, когда вам человеком, как бы, ну, не очень хорошо. Вот, и без человека, не очень, не очень хорошо. Вот, и, соответственно, вы, вот, тут, конечно, чувствуете себя в ловушке. Вот. Что важно понимать, то, что мы психологи, да, не даем советов. Вот, психологи не дают совет, не занимаются тем, что дают советам. Мы помогаем человеку забраться в себе. Вот. Если вы жалеете, значит, здесь у нас несколько, несколько центробежных сил. Вот. То есть, с одной стороны, вы все отходите эмоционально, ну, психо эмоционально, на другой стране вы, сами же это себе и включаете. Вот. Что, что это такое, да, что это такое, нужно выяснить. Вот, потому что, сейчас, на данный момент, это неясно, совершенно, вот, что это, а, а, что вы предлагаете, а, значит, человеку достаться, потом жалеете, то, это, ну, такая, получается, двойственность вам, вашем, ну, вашей, вашем пределе, вашем пределе. Вот. Соответственно, нужно это поисследовать, вот, и, понятно, что, от чего берет начало. Вот. И, прежде чем, ну, продолжать с человеком, с человеком отношения, вот, прежде чем, на мой взгляд, нужно сначала разобраться в себе. Потому что отношения, к сожалению, у вас явно не совсем здоровы. Вот. А, особо я бы хотел выделить, проблематику, личный границ. Потому что, вот, тут вот игра, которую вы играете, вот, ты убегаешь, я догоняю, мы миримся, а потом рукаемся. Это регрессия в детское состояние, вот. Оно в детском, в детском состоянии, это нормально, в детстве. Вот, в отродском состоянии, это, ну, мягко говоря, не совсем нормально. Поэтому у вас это осталось от того, что личные границы у вас размыты, вот, и, соответственно, вы их таким образом защищаете. Вот. Любые отношения для вас, несмотря на то, что вы их хотите, да, они для вас, ну, довольно-таки, скажем так, угрожают. То есть, вам это же, вам это угрожает. Вот, угрожает ваше целостность, угрожает ваше, ваша самобытность, угрожает ваше самости, и так далее. Вот. И получается, что вы находитесь в расщеплении. С одной стороны, хочу быть в отношении, с другой стороны, ну, боюсь, боюсь быть, потому что, боюсь с них быть. Вот. Потому что, вот. у меня это разрушает, в какой-то степени, да, вот на меня это действует, вот так вот, разрушительность. Вот. Из этого расщепления нужно выходить, расщепление, это родом из детства, но не так важно, откуда оно родом, а сколько важно, вот, сейчас, на него обратить внимание, начать его выделять, как минимум, вот, чтобы, понимать, понимать проблему свою, понимать, с чем, с чем вы сталкиваетесь, вот, в этой реальности, в реальности, ну, в реальности отношения. Ну, вот. И дальше, я могу заверить, вам будет проще, проще будет отношения выстраивать, не так будет это, страшно, вот, не так будет это тоже. Ну и ссориться, конечно, вы тоже будете меньше, потому что ссора это страха, а страха, это вот, такого, внутреннего, внутреннего запрещения. То есть, вы внутренне в себе, внутренне в себе запрещаете какие-то вещи. Какие вещи нужно смотреть, я думаю, что, ну я так думаю, что речь идёт о свободе, вот, то есть я думаю, что вам вот о свободе хочется, вот, ну и отношения хочется тоже, вот. Вот как-то так, то есть вы себя здесь как-то вот очень сильно, как будто бы ставите позади человека, человека вы идеально верите, да, себя обеспечивает. Когда ситуация доходит до определенного предела, ну вот, крайнего, до крайнего предела, вы оказываетесь перед необходимостью компенсировать себе это, то что вы человек идеализировали, вы уходите в сорт. Естественно, что нужно, нужно работать над развитием эмоционального интеллекта. Это тоже совершенно точно, совершенно одно, совершенно отношения. Вот. Почему? Почему так? Потому что, потому что, пока у вас нет эмоционального интеллекта, то есть пока вы не отдаёте себя в том, какая эмоция ваша, за что отвечает, вот, а вы так и будете реагировать на это, ну вот, так как реагируют. Вот. Вот. То есть несколько спорадично, да, несколько судорожно. Вот. И самое главное, выражая совсем не то, что вы чувствуете. Еще одна вот проблема ссоры заключается в том, что люди выражают совсем не то, что они чувствуют. То есть человек чувствует одно, выражает совсем другое. И, конечно, это большая проблема, вот, потому что человек остается не туда по-разному. И появляется, в этом смысле, появляется новое основание для ссоры, где они удовлетворяются. А с вызовами мы все равно продолжаем так вот, которые нам бросаются. Жизнь, отношения, вот, люди, другие. И так далее. Вот. Я понимаю ваше желание, эм, побыстрее эту проблему решить, потому что вам не хватает, вот, ощущения собственной целостности. Я это понимаю. Я это понимаю. Но я так же понимаю и то, что чувство бессилия, которое у вас есть, вот это ощущение бессилия, вот, его нужно спрашивать, чтобы вы сами увидели, что за ним скрывается, чтобы вы сами увидели, что за ним стоит, чтобы вы сами увидели, какую свою собственную проблему вы пытаетесь встречать. А сейчас, это очень важно, а, значит, сейчас требую, ну, условно говоря, требую, да, спрося, совет от нас. Вот. Вы бежите от проблемы, вы от нее убегаете, от проблем. Вот. А проблема остается. И в отношениях, вы будете повторять ее снова и снова, даже если вы сойдетесь, вот, вы также будете сорваться. Потому что, ну, вы и человека выбираете, вот, ну, под стать. То есть, вы выбираете такого человека, который бы вам соответствовал. В этом смысле, вы не выберете человека, который бы с вами не сорвался, и его не выберет. Вы выберете именно того, кто будет ссориться с нами. Понимаете? Вот. Это не случайно, что ж, такая модель победить. Вот. Поэтому, как-то, как-то так. Много, много у вас, на мой взгляд, невероятно всего. Вот. Много у вас, вероятно, обид. Вот. Вот. А, как я считал. А, ну, претензии, возможно, возможно. Вот. Агрессии, агрессии, злости. Вот. Вот. Потому что, мне нужно, надо, выходить. По-тихонечку, постепенно, постепенно. Вот. Вот. В психотерапии это будет, э, происходить. И вы сможете более осознанно подходить к вопросу устраивания отношений. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить на этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу, вот, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии и решить, куда вы хотите двигаться. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.